Глава 65 Рыцаря встретил слуга, чтобы снять с него доспехи. Рыцарь прошел в зал, а за ним дон Антонио, которого подмывало узнать, что же это за человек. Заметив, что кавальер от него не отстает, рыцарь Белой Луны обратился к нему с такими словами. Я вижу, сеньор, что вы пришли узнать, кто это ков. А как мне скрываться не для чего, то пока слуга будет снимать с меня доспехи, я вам расскажу все без утайки. Да будет вам известно, сеньор, что я бакалавр Самсон Караско, односельчанин Дон Кихота Ломайского. Кое его помешательство и слабоумие вызывают сожаление у всех его знакомых, и к числу тех, кто особенно о нем сокрушается, принадлежу я. Полагая же, что залог его выздоровления – покой, и что ему необходимо пожить на родине и у себя дома, я придумал способ, как принудить его возвратиться. И вот назад тому месяца три, переодевшись странствующим рыцарем и назвавшись рыцарем Зеркал, я настиг его по дороге. У меня было намерение сразиться с ним и, не причинив ему ни малейшего вреда, одолеть. При этом я предполагал биться на таких условиях, что побежденный сдается на милость победителя. А потребовать я из него хотел, ведь я уже заранее знал, считал его побежденным, чтобы он возвратился в родное село и никуда оттуда не выезжал в течение года. А за это время он мог поправиться. Однако же судьба распорядилась иначе. То есть, одолел не я, а он. Он вышиб меня из седла, и таким образом замысел мой не был проведен в исполнение. Он поехал дальше, а я, побежденный, посрамленный, оглушенный падением, которое, должно заметить, было дурно для моего, для меня, могло дурно для меня кончиться, возвратился в освоясье. И все же у меня не пропала охота снова его разыскать и одолеть. Чего мне удалось достигнуть сегодня у вас на глазах. А как он строго придерживается законов странствующего рыцарства, то, разумеется, во исполнение данного им слова не применит подчиниться моему требованию. «Вот, сеньор, и все. Больше мне вам сказать нечего. Но только я вас прошу, не выдавайте меня, не говорите, дон Кихоту, кто я таков. Иначе не осуществится доброе мое намерение возвратить рассудок человеку, который умеет так здраво рассуждать, когда тело не касается всей этой рыцарской гнили». «Ах, сеньор, — возгрекнул дон Антонио, — да простит вас Бог за то, что вы столь велики и наносите урон всему миру, стремясь образумить забавнейшего безумца на свете. Неужели вы, сеньор, не понимаете, что польза от дон Кихотова здравомыслия не может идти ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое доставляет его самосбродство? Впрочем, я полагаю, что вся ваша изобретательность, сеньор Бакалавр, окажется бессильной привести в разум человека, столь безнадежно больного. Конечно, нехорошо так говорить, но мне бы хотелось, чтобы дон Кихот так и остался умалишенным, потому что стоит ему выздороветь, и для нас уже навеки потеряны забавные выходки не только его самого, но и его оруженосца Санчо Панса. А ведь любая из них способна развеселить самую меланхолию. Но все же я буду молчать и ничего не скажу дон Кихоту. Посмотрю, оправдаются ли мои предположения, что из всех ваших стараний, сеньор Караско, ровно ничего не выйдет. Караско на это сказал, что дело его, несомненно, идет на лад, и что он твердо верит в благоприятное дело и исход. Дон Антонио объявил, что он всегда к его услугам, после чего они распрощались, и сам сон Караско, Караско, велев навьючить свои доспехи на мула и не задерживаясь доли ни минуты, на том самом коне, что участвовал в битве с дон Кихотом, выехал из города и прибыл в родные края. Причем в пути с ним не произошло ничего такого, о чем следовало бы упомянуть на страницах о правдивой этой истории. Дон Антонио передал вице-королю все, что ему рассказал Караско, от чего, видишься король, в восторг не пришел, ибо он полагал, что удаление дон Кихота на покой лишит удовольствия всех, кто имел возможность получать сведения о его безумствах. Дон Кихот, ослабевший, унылый, задумчивый и мрачный, пролежал в постели шесть дней, и все это время его неотступно преследовала мысль о злополучной битве, кончившейся его поражением. Санчо сколько мог его утешал, и, между прочим, сказал ему следующее, «Выше голову, государь, постарайтесь рассеяться, и возблагодарите Господа Бога за то, что, сверзившись с коня, вы ни одного ребра себе не сломали. Известно, что где дают, там же и бьют. Дом с виду полная чаша, а зайдешь, хоть шаром покати. Так вот, стало быть, наплюйте на всех лекарей, потому никакого лекаря для вашей болезни не требуется, а поедемте домой. О поиске приключений в неведомых краях и незнакомых местах давайте-ка бросим. И ежели вдуматься, то больше всего на этом деле пострадал я, хотя, впрочем, досталось больше вашей милости. Когда я покинул свое губернаторство, то у меня пропала всякая охота еще когда-либо губернаторствовать. Но зато меня не покинуло желание стать графом. А ведь этому уж не бывать, потому что ваша милость покидает рыцарское поприще. А значит, вам уж не бывать королем. Вот и выходит, что надеждам моим, как видно, не сбыться. Оставь, Санчо, ведь тебе же известно, что заточение мое и затворничество продлится не более года, а затем я снова возвращусь к почтенному моему занятию и не примену добыть себе королевство, а тебе графство. В добрый час сказать, в худой помолчать, заметил Санчо. Мне частенько приходилось слышать, что лучше на что-нибудь хорошее надеяться, чем иметь в руках что-нибудь древное. Во время этого разговора вошел Дон Антония и с весьма радостным видом воскликнул. Добрый весть, Дон Кихон, Дон Григорье и тот верооступник, который за ним ездил, прибыл в гавань. «Да что там в гавань? Они уже увидят короля и с минуты на минуту должны быть в моем доме». Дон Кихон немного повеселил. «Откровенно говоря, — сказал он, — я бы ничего не имел против, если бы все вышло не так, потому что тогда мне пришлось бы отправиться в Берберию, и там я силой моей плани освободил бы не только Дон Григорье, но и всех пленных христиан, сколько их не есть в Берберии. «Но что я несчастно говорю? Разве я не побежден? Разве я не повержен? Не у меня ли отнюто право в течение года прикасаться к оружию? До чего же стоят мои обещания? Чем я могу похвалиться, коли прял ко мне теперь более к лицу, нежели меч?» «Полно вам, сеньор, — сказал Санч, — живи, живи, петушок, хоть и на языке, типунок, сегодня ты меня, а завтра я тебя. Изо всех этих ошибок да перепалок расстраиваться не след, потому что нынче лежит, кто нынче лежит, тот завтра может встать, если только ему не захочется поваляться в постели. Я хочу сказать, если он не приуныл, и для новой драки у него не хватит духу, а вам, ваша милость, придется теперь встать, чтобы повидаться с Доном Григорье. В доме как будто бы поднялась суматоха, значит, он верно уж приехал». И точно, горя желанием, как можно скорее свидеться с Санной Фелис, Дон Григорье, после того, как он и вероотступник доложили вице-королю о своем путешествии туда и обратно, вместе с тем же вероотступником поспешил к Дону Антония. Из-за лжира Дон Григорье выехал в женском платье, однако же дорогую он поменялся платьем с одним бывшим пленником, возвращавшимся вместе с ним. Впрочем, он во всяком наряде невольно вызывал восхищение, приязнь и уважение, ибо красив он был чрезвычайно. Лет же ему можно было дать 17-18. Рикотта с дочерью вышли ему навстречу. Отец со слезами на глазах, дочь, приличия ради, сохраняя наружное спокойствие. Дон Григорье и Анна Фелис не бросились друг к другу в объятия, от того, что истинное чувство избегает слишком бурных проявлений. Сочетание красоты Дона Григория с красотой Анны Фелис произвело на всех присутствовавших впечатление неотразимое. Молчание обоих влюбленных было красноречивее всяких слов, и не уста, но взоры выражали их радостные и безгрешные мысли. Вера-отступник рассказал о том, какой хитроумный способ применил он, чтобы освободить Дон Григорьев.